Здравствуйте! В рамках еженедельной передачи «Акцент» мы рассказываем о проектах, утвержденных на градостроительных советах и успешно реализуемых в текущем 2022 году. В новом выпуске мы расскажем о физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа. По решению градсовета три факота реализуются в Великоустюгском районе в 2022 году, два в Великомустюге и один в Красавино. 2022 год по количеству одновременно реализуемых физкультурно-оздоровительных комплексов можно смело назвать годом факотов. Сразу три спортивных объекта были утверждены в 2021 году на градостроительном совете при губернаторе Вологодской области и поддержаны устюжанами. В Красавино к строительству факота приступили в начале сентября. До 2022 года такого комплексного объекта не было. Он строится с нуля почти в самом центре города. По решению градсоветов при губернаторе было принято решение в этом году о строительстве вот этой спортивной площадки факота, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Выбор места не случайный. Это практически центральная часть города, которая находится в приближении многоквартирных домов, где много ребятишек, приближенность детского сада. И считаю, что место выбрано очень удачно. Это будет спортивная площадка, которая будет включать в себя футбольное поле, два баскетбольных поля, площадка для игры в волейбол, также площадка для занятия воркаут и тренажеры. Общая стоимость этого объекта составила 15 миллионов. В настоящий момент объект готов на 75%. Подрядчик ждет поступление тренажеров для воркаут-площадки. Это произойдет в середине октября. После их установки факот будет готов к открытию. Оно планируется до конца этого месяца. Объект будет открыт для посещения всех желающих и должен стать центром притяжения горожан. Еще один одобренный на градсовете спорткомплекс открытого типа возводится в Великом Устюге на территории школы номер один. Стадион давно требовал ремонта. Оборудование было несовременное, травмоопасное. Решение о ремонте было принято на градсовете при губернаторе Вологодской области Олеге Александровиче Кувшинникове, который поддержал наше предложение. Из региона были выделены денежные средства в размере 21 миллиона рублей. Подготовлена проектная документация. На сегодняшний день выполняются работы по подготовке основания стадиона, а также прокладываются траншеи для кабеля освещения, привезены материалы для дренажа. На стадионе будут оборудованы современные футбольные поли с искусственным покрытием, беговые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки. Мы все с нетерпением ждем окончания работы. Помимо площадок для бега и игровых видов спорта планируется установка освещения спортивного объекта, а также камер видеонаблюдения. Объект уже готов к асфальтированию. Другой спортивный объект, также принятый на градостроительном совете, факт-код у второй школы уже вовсю эксплуатируется. Он торжественно открылся 18 августа 2022 года. Масштабный проект стоимостью 22,5 миллиона рублей включает в себя беговые дорожки, полосу препятствий, площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол. Отзывы от учеников и спортсменов поступают только самые положительные. На сегодня это один из самых современных спортивных объектов в Великоустюгском районе. Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа обеспечивают базу для занятий сразу несколькими видами спорта. А это позволяет рассчитывать на рост спортивных достижений у стюжан. Благоустроенные площадки привлекают молодежь, и безусловно, лучше потратить молодецкую удаль на игру в футбол, чем на ломание скамеек и детских площадок. Рассмотрение объектов, возводимых по решению градостроительных советов, продолжим в следующих выпусках «Акцента». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова